Снежные шапки И только из большой просторной избы в самом центре села Раздаются веселые песни смех Это в колхозном клубе собралась молодежь И в ожидании комсомольского собрания Распевает задорные частушки про своего председателя колхоза Ветер, вой, ветер, злится Солнцы падают в лесу Председателю не в пингвах Снежные шапки Всем, 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 всем Ваше, 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 ваше замечденье Ваше замечденье Выше подозренье Выше подозренье Года Куры сошли все И Aphix Председатель не на месте Из соседней комнаты выходит секретарь комсомольской организации колхоза Мархел Батурин. Тише, товарищи, кончайте репетицию, начинаем комсомольское собрание. Товарищи, комсомольское собрание считаю открытым. Вот, товарищи, я сочинил письмо, выношу на ваше обсуждение. Ну, читай, Мархел, читай. Секретарю райкома ВКПБ, товарищу Костюшину. Товарищ Костюшин, поскольку в нашем колхозе пока ещё нет партийной организации, а комсомол есть проводник, директив нашей партии, и наша задача состоит в том, чтобы вести вперёд отстающих и колеблющихся, то обращаемся к вам с жалобой. Положение в артели нашей вперёд образовалось шибко неладное. Впору называть её теперь не вперёд, а назад. А нам это обидно. Не можем мы того терпеть, чтобы Степанидова сильно и в этом году за нас сеяла. А председатель наш, Камень Никон Фёдорович, говорит, пусть ещё разок подсобит, сами не справимся. А нам это обидно. И разница у нас во мнениях вообще пошла. Всё. Хорошо, Мархел, хорошо. Товарищи, может быть, добавить что-нибудь? Про председателя прям так надо прописать, что никуда он не годится. Да неверный это. Нет, верно. Ведь одни мы здесь бьёмся, а Никон Фёдорович, он нам не помощник. Неверный это не он помощник-то нам, а мы ему. Да ведь он-то не признаёт нас как силу политическую, и помощи нашей не желает. Пускай его приструнят. Так это же другое дело, Мархел. Нет, Мархел, ты так пиши, что живёт, ну, председатель сам по себе, а мы сами по себе, и от этого вред артели. Товарищи, как бы не перегнуть, сгоряча ближку не хватить. Мархел, пиши, пиши, смотрит на нас, как на малолеток. Советов не принимает, пусть приструнят, что сколько терпеть. Товарищи, как бы не перегнуть. Братцы, братцы, а ведь, может, подождём письмо посылать? Чёрт, чёрт. Ну, поговорим ещё разок с председателем. Душа! Значит, голосую. Кто за то, чтобы послать это письмо с поправками, прошу поднять руки. Прошу опустить. Ну, товарищи, подписываю. Давай. Осторожно. По поручению комсомольцев колхоза вперёд, Мархел Батурин. Секретарю райкома ВКПБ, товарищу Костюшину. Здравствуйте, товарищи. Все обернулись на этот голос. Незамеченный комсомольцами в дверях стоял незнакомый человек в кожаном пальто, спокойный и уверенный. Из-под низко надвинутой на лоб полковничьей папахи на ребят внимательно смотрели умные серые глаза. Вам кого, товарищи? А вы кто будете? Я секретарь райкома партии. Секретарь райкома? Какого района? Вашего. Нашего? Ну да, Усольского. Вы второй секретарь? Да нет, первый. Фамилия ваша? Телегин. Так, присядьте, пожалуйста. Промашка у вас вышла. У нас первый секретарь райкома Костюшин, Игнат Корнеевич. Да. Ну, промашка-то все-таки у тебя вышла. Был действительно Костюшин, Игнат Корнеевич. А теперь я, Телегин Антон Петрович. На. Из кармана гимнастерки Телегин достал новенькое удостоверение и протянул его Маркелу. Телегин Антон Петрович. Простите, товарищ Телегин. Ну, чего там простите? Молодчина, бдительный парень. Здравствуйте, Антон Петрович. Здравствуйте. Извините, Антон Петрович. Извините. Ну, показывайте, что вы там сочиняли. Что сочиняли, интересуетесь. А вот. Давай, показывай. Так. Камень? Фу. Это что, тот самый камень, что завхозом был в 1931 году? Не могу вам, товарищ Телегин, ответить, кем был камень в 1931 году. Потому как я сам-то персонально народился в 1929 году. А вот есть, который гораздо позже. И разница у нас вообще во мнениях пошла. Так. Новое племя. Молодцы. Правильно действовать. Так и надо. За свои убеждения всегда деритесь. Ну, что ж, ребятки. Дела-то в колхозе выходят неважные, а? Совсем плохо, Антон Петрович. А ведь вот камень-то перед войной тоже председателем был. Вроде хорошо хозяйничал. Да перед войной-то хорошо, а ведь без него тут три председателя-то сменилось. И всё приезжие. Ну, и распустили. Артель. Ой, да нет, вы это не подумайте, будто я против приезжих. Мне вот мамаша сказывала, что организатор нашей артели тоже приезжий был. А говорят, после него лучшей председателя-то не было. Вот рабочий он человек, а деревню-то любил. Ой, фамилия-то его как это? Ой, Телегин вроде, да. Телегин, как вы, значит. А может быть, вы и есть наш Телегин? Ну, а мне так. Угадал. Угадал. Я и есть ваш Телегин. Ну, что у вас в колхозе делается, это мы разберём. И вместе с вами дела поправим, верно, ребят? Хорошо. Вот что, дружок. Сбегай-ка прямо сейчас за председателем, а? Я мигом. Он рядом тут. И через несколько минут в избу же входил Никон Фёдорович Камень. О-о-о, Антон Петрович, сколько лет, сколько зим. Вот не ждал, не гадал. Это что ж, на побывку к нам? Да вроде, да. Надолго? Ну, это ж как примите. Что ж, это мы примем. А, примем, ребятки? Да. Примем, ребятки. Ну-ка, дай-ка посмотреть, какой это стал. Шир раздался. А тревуха всё тот же, да? Волосы-то, волосы-то поредели. Ну, что ж, это ничего. Умный вол сам лезть, эту дурь не вытащишь. Ребята, на уроки пора. Нам вечернюю школу, Антон Петрович. Ну, хорошо. До свидания, ребят, до свидания. Комсомол, наши доблестные партии и сил. Комсомол, ты советской страны гражданин. На ходу, туже подвязывая платки, застёгивая тулупы, ещё раз с порога оборачиваются ребята, дружески кивая Антону Петровичу. Тёплым взглядом Телегин провожает комсомольцев. Комсомол, комсомол, по весне ты светёшь. Ты за партией Ленина, Сталина смело идёшь. Комсомол, солнце ярко сверкает. Хороша у тебя молодёжь, Никон, а? Ничего. Хорошо поют, стройно. Вот в Москву насмотр самодеятельно посылаем. Ну, как дела в колхозе, Никон? Говорят, неполадок много, а? Эх, Антон Петрович, коли правду сказать, то много неполадков в колхозе. Ух, как много. Это плохо. Плохо, Антон Петрович. Ой, как плохо. Ведь вот сев у тебя впереди, а ты, говорят, опять на помощь соседа рассчитываешь, верно? Ведь она землиц послушна только сильной руке. Да. А что же у Степани эта рука выходит хоть и женская, а сильнее твоей? Вот выходит, Антон Петрович. И соображение моё такое, что перемен к лучшему в нашем колхозе не будет, а будет всё хуже, хуже и хуже. А, к слову сказать, ежели у нас будет хуже, то и у Степани де-миллионщицы тоже будет хуже. Потому как растрясёт она свои миллионы вот на таких, как мы. Они нам всё одно не впрок, ни в коня овёс, понял? Нет, не понял. Не понял, ну так я тебе поясню. Ведь до войны-то я тоже был миллионщиком. От тебя кошель туго набитый принял, а потом-то потребовался повместительней. Ведь как я жил? Трудодень 7 килограммов хлеба. Деньгами 15 рублей. Средний колхозник у меня 300 трудодней имел. Перемнож. Лошадей было 120. Рогатого 500 голов. Овец 2000. Ну, что ж ты думаешь, уж ты вышки достиг? Да нет, Антон Петрович. До вышки, как на небо, никогда не дотянешься. Не об этом речь, а зря я вверх карабкался. Вот об чём речь. Почему же зря? Да потому что понял я, чем выше поднимешься, ниже летишь, бокам больнее. А тебе вниз лететь вроде и незачем. А ежели тебя в крыло подстрелили? Вот вернулся я с фронта, принял колхоз. Лошадей 20. Такие росаки. Ткни рукой, повалится. А уж повалится, сама не встанет. Телег. Эх, да что, телег. Вождей путных нет. Кто ж тебя в крыло подстрелил? Война, что ли? Ведь война, конечно, беда, Антон Петрович. Но война перья поломала. Ведь пеньки остались. Перья новые нарастут. Нет ни войны, Антон Петрович. А другая беда на душу залегла. Ну-ну, какая? А вот какая. У районного начальства нашего глаза косые. Да это тоже полбеды. А главное, косят не в эту сторону. Ты что ж думаешь, я испугался, когда принял колхоз? Ну, конечно, дело защемило тут. Обидки взяли, но не об этом речь. Это я переболел. Половину земли засеял. Можно сказать, руками перекопал. А мне за это хлоп выговор. Райза мне план хлебозаготовок чуть ли не для военной составил. Ну, ясно, не выполнил. Мне хлоп второй с предупреждением. И вот теперь нынче опять. Гектаров 300 не засею. Ну, и будь здоров. Выгонит меня Костюшин из партии и вся недолга. А почему ж ты не засеешь? Тебе МТС помощь окажет. Эх, Антон Петрович, МТС. МТС это не помощь, а немочь наша. Да, это что же у колхозников такие настроения? Такие, такие. А что же, они почти цельный год ни черта на трудодни не получают. Ну, это уж ты разучился свой народ понимать, Никон. Это народ, конечно, Антон Петрович. Народ-то не одинаковый. Не одинаковый? Вот это ты прав. Это те, что в страду по базарам таскаются, такие настроения поддержат. А те вот, что я сегодня здесь видел, молодёжь, комсомольцы, они тебе помогут. И план выполнить заставят. Нет, не заставят, Антон Петрович. Нет, не заставят. В отставку подаю. Поеду к Костюшину. Освободят не вольник, не богомольник. У меня еще и те осколки в груди. Так. Вопрос тебе можно задать? Ну что ж, давай. Ты не забыл, зачем ты в партии большевиков состоишь? В партии Ленина, Сталина. Зачем в партии состою? А не за тем, думаю, Антон Петрович, чтобы ни за что, ни про что коленом под мягкое место получать. Ну вот что. К Костюшин тебе ехать незачем. Отставку ты мне подашь. Ну, а я приму, если воевал ты за пенсию. Ах, вот оно что. Я ведь тебя не первый год знаю, Ника. У тебя же в голове-то есть общественные ценности. А сейчас, видишь, личный хлам завелся. И все там перемешалось. А перемешалось, потому что забыл ты, зачем ты в партии состоишь. Кто забыл? Я забыл. Забыл. Ты же колхоз-то сам мало-помалу губишь. О, я колхоз гублю. Ну, коммунист, ты, чёрт тебя возьми или нет. Беспринципным человеком стал. И всё от обиды. Вот она эта самая вот обида тебя по рукам-то связала. А ты запомни. Ты наперёд, как заповедь запомни, председатель. Какой мерою ты государство отсыплешь, такую отмерится и тебе. Я отсыпал, Антон Петрович. Отсыпал, когда у меня в сусеках было. А да ну вас. Исключай. Исключай. Мне всё равно в крапиву спать ложиться. Исключай. С силой толкнув дверь, камень вышел из избы. Короткой была беседа, но Телегин сумел разобраться во всех бедах камня и понять, что немалая доля вины лежит и на районном руководстве. Проверяя себя, Телегин решил поговорить и с народом, прежде чем вернуться в райком. А в райкоме его давно ждали. Исполнявший обязанности секретаря, Игнат Корнеевич Костюшин готовился к сдаче дел. По его разумению, он хорошо и честно поработал здесь в районе, и он уже видел себя руководящим работником областного масштаба. Решительно шагая по кабинету, Костюшин диктовал техническому секретарю Марфуш очередной циркуляр, когда в кабинет вошел нагруженный рулонами карты множеством маленьких мешочков председатель райисполкома Державин. Можно, Игнат Корнеевич? Кто там? Это я. А, Виктор Семенов. Здорово, здорово. Слышь, ты не к фокусникам и переметнулся, ишь, как игрушками нагрузился. А, ворот, интереснейшее дело. Слушай, в прошлом году, когда еще в отделе народного образования работал, наши учителя и школьники провели ряд интереснейших походов на земли колхоза. Походов, на землю. Да что ты говоришь. Ребята зарисовали расположение почвенных слоев, собрали вот в эти мешочки пробы земли, а потом передали все это в нашу лабораторию для анализа. Теперь на основании анализов составляются почвенные карты для каждого колхоза. Любопытные вырисовываются вещи. Да, я думаю, что это действительно любопытно для ребят. А нам с тобой надо было в ближайшие дни планами сопоставок выполнить и всякая такая штука. Ну, ей-богу же, Виктор Семенович, ну, как тебе не стыдно, понимаешь? Вечно у тебя эти фокусы. Принес в райкон мешочки, игрушки, картинки детские. Да привыкай ты к серьезному-то делу, понимаешь? Ну, хватит тебе в бирки-то играться. В бирюльки, ты хочешь сказать? А какая разница? Марфа, продолжаем. На чем мы остановились-то? Всем председателям колхозов обязываем две точки. Так, 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 так. Обязываем две точки. Есть. В трехдневный срок завершить планами сопоставок. Точка. Председатели, не выполнивших таковые, райком привлечет к суровой партийной ответственности. Точка. Костюшин и Державин. Все, Игнат Павлович? Все в печать. Понял, Виктор Семенович. Нажмем, понимающий, областной-то знамя наше. Марфа, Марфа! А? Слушай-ка, позвони к этому редактору. Пусть в следующем номере камни разделает. В основу статьи пусть возьмет личное мое выступление и наше решение на бюро. Все, Игнат Павлович? Все. Понял, говорю. Игнат Павлович, напрасно ты это. Вот-вот. На бюро бузил и опять. Да, Виктор Семенович, тебя убеждать, понимаешь, что телеграфному столбу оспу прививать. Ну, ладно, и к камню, и к этой твоей директиве мы вернемся. Это почему? Это моей. Ну, потому что я не подпишу ее. Так слушай, вот в чем дело. Смотри. На каждой карте земля раскрашена разными цветами, потому что структура почвы неоднородна даже в пределах одного колхоза. Лаборатория произвела анализ. Теперь мы знаем, на какую землю, сколько и каких надо вносить удобрений. А ты понимаешь, что это значит? Это значит, что каждый колхоз будет бороться за плодородие земли буквально на научной основе. На научной? Да. А ты знаешь, что любой колхозник знает, эта наука-то лучше нас с тобой. Удобрение на поля больше хлебов за крома. Заповедь? Нет, вот ты сумей заставить ее выполнить эту заповедь. А наука нам подсказывает. Теперь мы сможем изменить экономический профиль большинства наших колхозов. Не бога, наука, профиль. Вот я и говорю, как бы за эту науку нам с тобой по профилю не ударили. Послушай, Игнат, корей. Слушай, некогда мне тут твои картинки разглядывать. Марха! А? Ну, перепечатала, что ли? Готова подписывать? Давай. Марфуша ушла. Сегодня хлебозаготовки, завтра месопоставки. Ведь вот он наш с тобой профиль. Семена надо найти. Тягла не хватает. Нос вытащишь, понимаешь, хвост увязнет. Хвост вытащишь, нос застрял. Мы уже по выговору с тобой имеем. Вот он наш с тобой профиль. На, пописывай. Ты не посылай это. Я камни свое указание отмени. А, батюшки мои, полгода скоро с тобой мучаюсь. И никак не вышибить из тебя эту интеллиентскую ущербинку. Ты соображаешь, что ты говоришь? Соображаю. Да сомневаюсь глубоко. Я пекусь о государственных интересах, а он, советская власть, норовит мне палки сунуть в колеса и всякая такая штука. Отмени указание. Мы имеем месяц. Я понимаю, досрочно выполнить план хорошо. Но зачем же штурм? Зачем угрозы? Перепугаются председатели, забьют скот, какой попало. Но знаешь, товарищ державер. Ты что? Опять за свое? Да, я опять за свое. Слышь, ты член партии? Ты кому подчиняешься по партийной линии? Ну, знаешь... То-то же! Все! Нет, ты контролируй, пожалуйста, критикуй, учи, если умеешь, указывай. На то ты партийный руководитель, на то я член партии. А ты какие порядки завел? А какие? Я хочу отвечать не тогда, когда выговор делить пополам. Я хочу отвечать с тобой за район, за дела, большие и малые. А ты не даешь мне отвечать? И не дам. Вообще-то лишняя спица в колеснице, да еще поперек стать норовить. И всякая такая штука. Все равно ты без меня ничего не решал и решать не будешь. Точно тебе говорю. Все! А советскую демократию куда ты денешься. Нет, ты соображаешь, что ты говоришь. Да, соображаешь. Да, сомневаюсь глубоко. Учиться тебе надо, Игнат Корнеевич. Учиться, 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 учиться. Учиться. Ну, ладно. А картинки эти я в министерство пошлю. Учиться. А я и учусь. Только разная бывает учеба-то. Вот ты, например, образованный, а я не образованный. Стой. Ну-ка, давай, садись. Ну, неужто ты сам-то не понимаешь корни-то своих ошибок? Нет, не понимаешь. Слушай, ведь это же у тебя от того, что на земле не твёрдо стоишь. На образованность свою полагаешься. Отсюда у тебя и ошибки все, и всякая такая штука. Ты наукам-то у жизни учись. Жизнь и есть наша наука. Ведь вот горько написал Максим, Алексей Максимович. Книжечку такую. Мои институты. Университеты. Университеты. А какая разница? Так вот, я тебе и говорю, что вот эти самые институты, университеты-то разные. Я на своём горбу вынес. Задание государства. Вот коренной вопрос в моём деле. Ты в сводки почаще заглядывай. Там и твоя судьба. А люди? Чё люди? Да в душу-то человеческую ты хоть раз-то заглянул. Ты зачем камни хочешь на весь район опозорить, а? А затем и хочу, что душу-то его насквозь вижу. Опустился он и оплесневел. Это мы с тобой опустились, товарищ Костюшин, а не он. Это мы заплесневели каждый по-своему. Вот что. Слышь, ты подпишешь телеграмму? Не подпишу. В конец, выведенный из себя, ушёл от Костюшин-Державин. Ну, пеняй на себя! Душу. Я ведь вас всех насквозь вижу. Верховодить районом хочешь, а не выйдет. Не выйдет. На ноги жидковат. А мы ведь на крестьянских хлебах росли. Душу. В дверях, запорошённый снегом, появился телегин. Кивнув на ходу Костюшину, он сразу прошёл к телефону. О-о-о, Антон Петрой. Здорово. Здравствуй. Здорово. Ну как, во многих колхозах побывал? Побывал. Хорошо. Обком. Что, и к Степане, и днебось заглянул? Твоя ведь выученица-то. Ух, бой, баба. Виделся? Нет, не виделся. Плохо. Обком? Телегин говорит. Артём Григорьевич, прошу. Нету. А Свиридова? Тоже нет. Хорошо. Прошу передать, телегин звонил. Ну, как общее впечатление? Ничего, а? Ничего. Правда. Да ты что-то вроде расстроен, что ли, Антон. А? Расстроишься тут. А что? Не нравится после Москвы, да? Не нравится, вижу, не нравится. Да ведь что Москва? Ты ведь, небось, всю Европу прошёл. Прошёл. Ну, так ведь вот, где же у нас тут в черноречии? Слышь-ка, тебе говорят, в Москве-то большое место предлагали. Да ты будто не захотел, отказался. Правда, что ли? Правда. Ох, какого, брат, ты маху дал. Ох, и трудно же тебе будет, Антон. Здесь ведь Сибирь, глухомань. Это вот нам, Сибирь, дом родной. Мы тут ко всему привыкли. Да уж, я вижу, что вы тут ко всему привыкли. Слушай, а кто у тебя тут председатель исполкома? Ах, предрик-то наш. Ну, так Державин? Державин? Ну, да. Что, Виктор Державин? Да. Ху, при мне ещё директором школы в Уссолье был. Хороший мужик, глаза всегда у него как угольки горели, романтик. О, ох, хватил я с ним горюшка. Ну, да. Ты в каком году ты от нас уехал? В 39-м. О, ну, так это понятно. Я ещё тогда только в колхозе был. А теперь, вон, видишь. Нет, увидел. Да. Слышка, ты школу партийных организаторов-то успел окончить? Или война-то помешала? Успел. Ах, вон, как. Ты в каком чине домобилизовался-то? Полковником. Полковником. Ёлки-моталки. Слышка, так у тебя, наверное, орденов много. Есть ордена. А сколько? Десять. И коностас целый. Ну, и мы тут не сидели сложа руки. Работали, старались. Дали мне ведь вот тоже звезду. Да ведь у нас в Черноречии-то разе оценят. Так полковником говорить. Ну, теперь я тебя совсем не понимаю. С твоей-то автобиографией да обратно к нам в Черноречии. Да что тут? Хлебозаготовки, нахлобучки, мясопоставки, вот и всё. Объясни ты мне, пожалуйста, что такое, а? Как ты много говорить стал, Игнат. Не такой ведь был вроде раньше. А, ну так ведь это понятно. Профессия. Иной раз на дню-то восемь-десять докладов закатишь. А как ты думаешь, профессия наша трудная, просто мученическая жизнь, можно сказать. Да ведь это и понятно, ведь и государство на нас держится, и экономика вся, и всякая такая штука. Да, Антон, не каждый на это дело способен. Ты прав. Не каждый. Профессия действительно трудная. В кабинет сияя улыбкой входит кругленький человечек на тонких ножках. Это заведующий конторой за год Скотт Сливкин. Салам, Юрий Игнат Кавельевич. Привет. Здорово. Ну, сказали там, что всё в порядке. Переводят в другую контору. Я доволен в общих чертах. Всё такое же в общих чертах. Что? Не узнаёт, не узнаёт. Антон Петрович, он, ей-богу, он. Проездом на родной огонёк засчёт здорово. Но и нюх у тебя, Антон Петрович, отличнейший нюх. Прямо на мои проводы угодил. Уезжай из этой низовки, будь и на трижды проклят, а совсем уезжаю. Ну, пошли, пошли. Мы отметим и проводы, и встречу. Постой-ка, постой-ка, постой-ка. Ну, так стало быть, Антон. Ну, с обстановкой я тебя познакомил. По району ты ездил. Видел мои плюсы и минусы. Плюсы, значит, умножай, минусы ликвидируй. Вот так, значит. Да, будет трудно, звони. Я пока, видимо, в сельхозотделе обкома работать буду. Так что, завсегда помогу. Вот так. Ну, Сливкин, пошли. Слышь-ка, Антон, может быть, позднее зайдёшь, поднимем по чашечке. Нет, я не обещаю. Нет? Ну, как хочешь. Товарищ Телегин, возьмите трубочку. Вас обком вызывает. Да. Слушай, Артём Григорьевич, я, Побывал. Ну, что ж, ничего. Да. Да. Как быть с Костюшиным? А что ж, я думаю, ему надо остаться здесь. Да. Ну, поработает вторым секретарём. Кто Костюшин? Я думаю, согласен. Да. Да. Сливкин? Нет, Артём Григорьевич, нет. Тоже оставлю. Пусть отчитается на бюро, а потом посмотрим. Да. Согласен. Да. Хорошо. Хорошо. Кто согласен? Вы шутите, Антон Петрович. Какие тут могут быть шутки? Да нет. Это же грубое нарушение демократии. Я, знаете ли, буду жаловаться. За мной право писать в ЦК. Ну, а мне, зачем ты перспективу-то срываешь? Ну, партийный школ я, конечно, не кончал. Плохо. Плохо, Игнат, что не кончал. Терегин нажал кнопку звонка, в дверях появилась Марфушин. Где кабинет товарища Державина? В пристройке. Покажите, пожалуйста. Идёмте, покажу. В обоз, значит, за бессонные-то ночи награда. Знания, конечно, нужны в общих чертах. Человек со знаниями к истине идёт прямо. А мы в другой раз крюк дадим, эдакий, верст 20. В обоз, значит... Вы не расстраивайтесь, Игнат Корнеевич. Я вот по себе вижу, как вредно волноваться в нашем возрасте. Я вот спать стал тревожно. Старею видно. Где мои кудри на ваших глазах вылезли? Такое же полысение и в душе наблюдаю. Не стыдись отдыхать, Игнат Корнеевич. Ты вложил своё. Поживи для себя немного. Ты даже жениться не успел. Я хоть трижды испытал, что это за счастье. С тезю мою канавой перекопали. Ты понимаешь это, Сливкин? Слышь-ка, может, я и впрямь плохой, как руководитель-то. Покой вам нужен. Покой. Отдохни, поживи для себя немного. Ты чему меня учишь? Я тебе, дьявол, покажу покой. Я не жалел для партии ни сил, ни здоровья. И жалеть не буду. И тебе не дам. Я тебе, дьявол, покажу покой. Так я же из сочувствия. Я тебе, дьявол, покажу сочувствия. Ты почему меня по плечу хлопал, да чушь какую-то молол? Я очень извиняюсь. Хватит болтать. Двигай в северные колхозы. За три дня закончи мне план месопоставок. Есть. Стой. Камня тряхни как следует. Не выполнишь план. Шкуру спущу. Ну, ладно, Антон Петрович, ладно. Поработаем вторым секретарем. Поработаем, а там увидим. Между тем, в кабинете председателя райисполкома Телегин рассказывал Державину о том, что он увидел в районе. Вот, Виктор, был я сегодня в Уссолье, а потом в Подстёпном. Много с народом говорил. Ну и народ у нас. Ну и народ у нас, Виктор. Ведь вот уж я, кажется, всю жизнь с ним. И учился, и работал, и воевал. И столько видел, и пережил, и перечувствовал. А когда вот так вот поговоришь по душам с народом, начинаешь понимать, что мало учился, мало видел и мало знаешь. Да, да, это верно, Антон Петрович, верно. Только издалека ты начал. Ты ведь не об этом сейчас хотел сказать, верно? А о чём? А, дескать, надо тебе, товарищ Державин, с изного к народу на выучку пойти, ущербинку свою интеллигентскую ликвидировать. Ты ведь это сейчас хотел сказать. Ну чего ты, ну чего ты хандришь, книжник? И глаза я твои не узнаю, потухли. Устал я, понимаешь, устал. Не думай, не от работы устал, нет, от другого. Размах-то у меня орлиный, а клюв-то воробьиный. Ну уж это ты на себя наговариваешь. Нет, даже Костюшин откопал во мне эту ущербинку. Диагноз поставил правильный. А что, по Костюшину, наверное, выходит, что тебя на вожьях держать надо, так что? А по Телегину? А чего там по Телегину? По партийному напрасно ты дал себя завожять. И сам виноват. Ну, дальше. А что дальше? Ну, вывод-то какой. Ну что ты, Виктор, честное слово. Не хочешь вывода делать. Обидеть боись. Ну так я сам его сделал. Жестокий, правда, вывод, но верный. Лестницу-то умный человек снизу мести не станет, сверху начнёт. Что, что, что это? Ты к чему? А к тому, что снять меня надо. Ну да, да. Нет, нет, подожди, подожди. Понимаешь, вот глубоко, там, в душе. Я ведь сам собой всегда недоволен был. Костюшина-то я вовремя не осадил. Я всё это понимаю, ясно. Ну, а кто всё ясно понимает, тому и работать ясно положено. Положено. И потому и спрос меня вдвойне. Я ещё за отсталу с районом перед партией не ответил. Ну вот, вот теперь и ответишь. А я, если тебе что-нибудь нужно будет, всегда с удовольствием помогу. На пороге кабинета появилась статная красивая женщина. Это председатель колхоза «Рассвет» Степанида Левашова. Здравствуйте. Батюшки! Антон Петрович! Здравствуй, Стешенька. Ой, ну правда, вы хоть люди-то говорили, а я и не верила. Ну что ж, ко мне-то не заехали. Ну не успел, Стеш, заеду сейчас, обязательно заеду. Виктор Семёныч, у меня к тебе вот какое дело. Ты прости меня, что я без разрешения. Ну, просто срочное, неотложное дело. Ничего, ничего, Стешенька, здравствуй. Садись, что там у тебя такое? Да у вас завтра утром слыхать и с полком. Так у меня к тебе вот какой вопрос. Сосед мой справа, председатель колхоза «Пахаря». Тимофеев? Он сам, о, бесстыжие его глаза, опять семян просит и вспахать на них гектаров двести. Ну, не могут осилить. А раз не могут осилить, отберите землю и мне отдайте. Ведь не пропадать же земле-то. Нет, Стешенька, отобрать не можем. Это неверно было бы, да и просто права не имеем. Вот другое дело, я там понимаю, передать на год. Ну, что ж, на год, на год, на год, на год. Ну, ладно, давай на год. Ну, вот, давай. Я же не решаю. Мы инстанция исполнительная. Исполнительная. Ну, исполняй, тогда. Нет, нет, это, Антон Петрович, этот вопрос надо на бюро райком поставить. Это пускай он решает, это его дело. Нет, нет, Стешенька, это бюро тут ни при чём. Это он должен решать. Да нет, почему я? С какой стати? Это его, это он должен решать. Да что вы, шутки, что ли? Шутить, он к тебе, ты к нему. Чудака, отваляйте, ну, кому же? Виктор, ну, ты же у нас отец района. Ну, сам, сам решай. То есть, ты так считаешь? Ну, а как же иначе? Как же иначе? Ага. Ага, ну, тогда, значит, я решу, решу это дело. Ну, и решай. Ну, слава богу, разобрались. Ну, прощение прошу. Антон Петрович, ждём вас у себя в рассвете. Ладно, ладно, заеду обязательно. До свидания. До свидания. Так слушай, Антон Петрович, ну, ладно, с этим вопросом я разберусь. Но тут же ещё с другими колхозами разобраться надо. Ну, вот и разбирайся. Так нет, это же большое дело. Большое. Большое дело, Виктор. Нам ещё здесь с тобой придётся преодолевать преграды богатырские, Виктор. Вот, например, одна неотложная задача. Обуздать стихию. Товарищ Сталин сердится уже на нас. До каких пор, говорит, от погоды зависеть будем? И потребовал ввести искусственное дождевание. Так что чувствуешь, прыжок-то нам предстоит совершить знаменательный. А ты не зевай. Готовь трамплин. Ну, что же, Антон Петрович, попробую с тобой попробую. Не только в Державина вдохнул Телегин новые силы. Каждого, с кем он встречался, умел Телегин увлечь за собой. И только камень продолжал упорно стоять на своём. Глубоко затаив обиду, не мог он понять своих ошибок. Как бы продолжая спор с Телегином, в который раз прикидывал камень на счётах, ища в цифрах и фактах доказательства своей правоты. За этим занятием и застал его в правлении колхоза, прибывший по заданию Костюшина, Сливкин. 3 500 трудодней съедено на лесозаготовку для областного центра. 2 000 трудодней съедено на строительство ради исполкома. Итого 7 000 трудодней. Да, ведь этот честный колхозник недополучит по кило хлеба. Кто ж тут неполадком потакает, я или Райза? Николе Федоровичу персональный привет. А, привет. Я проинспектировал скот с данной вами нашей конторе в счёт мясопоставок. Да, знаете ли, проинспектировал скот, и, честно говоря, у вас там не хватает несколько центнеров. Ну и потом, знаете ли, упитность скота заставляет желать много лучшего. Не знаю, не знаю, должно бы хватить. Ладно, проверю. Ежели не хватит, добавлю. Да вообще-то я могу натянуть, Николай Федорович, по-дружески, понятно? Ведь что там, не говори, Николай Федорович, а приятельизм, сила великая, ничего не скажешь. Да что это такое ещё за приятельизм такой? Ну, по-русски, попросту сказать, приятельские отношения. Да, у меня тоже, Николай Федорович, к тебе просьбица есть. Понимаешь, собрался я ехать в область и прожил корову, а телеги не отпускают. Как у тебя без вас тут, товарищ Сливкин? А без молотишка плохо, плохо. Плохо, Николай Федорович, плохо. Не можешь ли ты выделить мне одну пестрёнку? Пестрёнку? Угу, из Ярославка, лучше, конечно, стельную, ну, потом сосчитаемся. А если бурёнку подойдёт? Так можно и бурёнку, ведь ты тут хозяин, тебе виднее, абы, как говорится, коровёнку в общих чертах. А может, тебе ещё и ягнёнку, курёнку, гусёнку дать? А ну, иди отсюда в общих чертах. Я весь цена бюро. Не забудь захватить партийный билет. Скандалист. А ну, давай, давай. А может, тебе ещё и избёрку дать в общих чертах? Подойдёт? Нет, не подойдёт. Меньшая, как на дворец, несогласная. Здравия желаю, сильному полу. Да, уж не слабому. Что это, Никон Фёдорович? Глаза-то у тебя как вращаются, будто как на театре в молодости. Да и то сказать, Степанида Васильевна, на театре. Вот в самодеятельность думай податься. Роль готовлю. Да роль больно трудная. Да, ты никак и всерьёз расстроен. Эх, Степанида, Света Васильевна, и хороша ж ты. Здоровая, красивая. Не только бабы. Я и того завидую. Здоровая, говоришь? Верно, здоровая. А ты не расстраивайся, Никон. Да что это, это правда, Никон Фёдорович? Да ну, какой-то небритый, хмурый. Годы ведь, годы, Степанида Васильевна. Не морькел уровня. Да ну ладно, не хитри, не хитри. Ну что это и три ухта? Выкинуть в пору. О, оборвалось ухо, а пришить некому. Эх ты, соломенный ты вдовец. Ну давай пришью. Ты не хитри, Никон. Ведь я знаю, какой тебе червь-то сосёт. Ну а что ж. Мне завидуешь. А что ж, не стыдно. И опять же при миллионах. Ну вот, 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 вот прям застряли у тебя мои миллионы в глазу, как бревно. Ослепнешь скоро. А вот свои ты миллионы копить ленишься. На вот твой треух носи, соломенный ты вдовец. Эх, Никон, тебе бы поднатужиться. Ведь ты ж трёхжильный, чёрт, головастый. Ну что, ударили тебя больно? И я скажу, зря ударили так. Нет, ударить бы и надо. Да не сильно. Так ты делом докажи, что, мол, не того ударили. А ты... На чего я? Рассохся, вот что. Да с твоим-то народом. Да навалится только и затрещит беда. Сломается. Эх, Никон, где ж твоя решительность-то прежняя? Оробел ты, Никон. Оробел, говоришь? Решительность потерял. Ведь в чём потерял, а в чём и не потерял. Вот, Стеша, в отставку подаю. Здравствуй. Да. Подам в отставку и на тебе женюсь. Поставлю тебе смолокурню, дёгут буду вынать. Буду рассветы миллиона копить. Да. Так. Ну, а меня-то ты спросил? Ага, что же тебя спрашивать? Я знаю, что ты согласна. Знаешь. Ну, а что ж ты сидишь-то пентюхом? А чё же? Ну, обнимай, лезь целоваться. Да ну, обнимай, говорю, а не то сама на шею кинуть. Да поводи. О, гвардия, я пей-то. Дверь распахнулась, вошёл Телегин. Ох, Антон Петрович, ну что ж, опять сюда, а ко мне-то не заехали. Ну, что ж ты опять обижаться? А как же, ведь гордость и гордыня женская. И то сказать, на миру и у начальства ей почёт эдакий. Слохал я, будто на горе Белухи ей памятник одноколхознички. Из малахи-то тешут. Да уж, лучше памятник от одноколхозников, чем от райкома строгий выговор. Что, схлопотал Никон? Ну и что же, и схлопотал. Может, в этом сила моя. Ну, это правильно. Забитого иногда двух небитых дают. Входите, товарищи, входите. Помещение правления быстро заполнялось народу. Всё село уже знало, что приехал Антон Петрович Телегин. Многие помнили его ещё по 31-му году, когда он был здесь председателем колхоза. Пришли старики Савелий Митрич и Пимен Мартыныч. Когда-то они вместе с Телегиным создавали колхоз в Усолье. Пришли комсомольцы во главе с Маркелом и Настей. Пришли все, кому дорога была судьба колхоза вперёд. Товарищи, у нас сегодня правление не по плану, внеочередное. А вернее сказать, вот товарищ Маркел Батурин потребовал вас собрать. Пришил он со Степанией Васильевной Левашовой, председателем колхоза Рассвет, сообща электростанции строить. А это вовсе не Маркел порешил, а все комсомольцы за это. И беспортийные, которые за коммунизм тоже поддерживают. Потому как коммунизм, есть в советской власть плюс электрификация. Правильно. Вопрос об электростанции у нас второй и ясный. А вот первый вопрос управления от комсомольского комитета насчёт весеннего плана. Верно ведь, Маркел? Верно. Мы не согласны с нормами вспашки. Раз. Сроки неподходящие растянуты. Два. Вообще наш план никуда не годится. Это почему? Никуда не годится. Нет, это почему же так? А потому что он не рассчитан на вспашку всей земли, переданной нам государством вечное пользование. Что ж, выходит, 200 гектаров, и в этом году опять полынью порастут. Да чем, чем? А полынью похвастаться можем. На весь район хватит. Все, вооборот, не предусмотрен. Урожайность вовсе не определена. По нормам вспашки мы предлагаем на коня гектар на бычков 0,7. Эти нормы не с потолка взяты. Вот Петя и я тоже в прошлом году пахали гораздо больше. Тягло тоже неверно подсидано. Комсомольцы дают 15 бычков. Скажем, с Хоргингом поговорим, еще наберем 20. МТС нынче обязал свой участок вспахать. За 10 дней тогда выходит, что мы не только весь массив перепахим, а и выиграем 5 или 6 дней. Все. Ну ладно, теперь я скажу. С комсомольцами не согласен, и лясы точить тут нечего. Дай бог вам всеми нормами справиться. А почему это вам? А может быть и вам тоже? Потому как... А, закрывай управление. Что ты, ты же не директор колхоза, ты председатель правления. Ну чего заносишься-то? Комсомольцы, они серьезный разговор затеяли Никона. Да сам знаешь, что серьезный. А слушать их не буду. Ты поставь себя на мое место. Что это такое в самом деле? Вот и шпыняют, и шпыняют, и шпыняют. Что я им, ровне что ли? По годам не ровне. А за колхоз-то отвечают, они с тобой вместе? Ну да, вместе. Кто это им такие права дал? Партия. Сразу стал серьезным камень. Подтянулся. Снова сел на председательское место. Продолжаем, товарищ. Да на таких молодцов, глядя, радовался бы. С ними горы перевернуть можно. И вот, что я вам скажу, что если так хозяйничать будете, и мой рассвет на ту же подстилку положите. Ведь это что ж такое, Антон Петрович? Весной семян дала. Ведь почти половину земли за них перпахали. Ночь план за них по хлебу выполнили. А что ж, наши колхозники роптать стали. И паши за них, и хлеб давай, и семена давай. Что ж дальше-то будет? Ведь только вот речка между нами-то, а по жизни океан. Правда, Степанин Васильевна, правда. Хозяевали мы тут неважнецки без Никона Федоровича. Поднялся Пимен Мартыныч. Антон Петрович, землю на острову не дадим. Не дадим, не дадим. Вот с Маркелом все согласны. А я не согласен. Почему такое? Норму на плух можно чуток прибавить. Прибавить? Да, а по какой же такой арифметике-то это выходит? А вот по моей арифметике, по правилу прибавления... Сложение, сложение. Постой, Петух, постой. Я и другое правило арифметики знаю. Отнятием звать. Вычитание. Правильно, Петух. Вот я и говорю, отнятием, значит. Вот, Антон Петрович, вот, к примеру, скажем, я своей бригадой намолотил больше, скажем, чем он Михей со своей и Ермолай со своей вместе взятый. А трудодни нам насчитали одинаковые. А вот если б моей бригаде насчитали по правилу прибавления, а Михею и Ермолаю по правилу отнятия, вот тогда б колхоз наш рос по правилу умножения. Да, ценные ты мысли, ценные мысли высказал Пимен Мартынович. Эх, чтоб тебе имя раньше с товарищем Камнем поделись оба. А зачем же ему разбазаривать такое имущество? И хозяевать ему будет сподручней при своих мыслях. Пимен Мартынович, по председательству худо мне. Молча уходит с собрания председателя. Колхозники недоуменно шепчутся. Пимен Мартынович берет колокольчик. Продолжаем собрание. Антон Петрович, вот в народе молва идет, будто сам Сталин закон пишет, как нужду сосвету вовсе жить, а богатство колхозное умножить. Правда ли? Пимен Мартынович, если уж весь народ колхозный об этом говорит, значит, правда. Значит, товарищ Сталин обязательно к этому руку приложит. Потому что товарищ Сталин, он думку народную слышит. все потянулись на горячие слова Терегина, окружили его. Долго и бурно протекало собрание. Не раз вспоминали колхозники камня. А Никон Федорович с трудом добрался до своего дома. Болела открывшаяся рана. Но в тысячу раз больнее было для него сознание своей неправоты перед народом. Как он, коммунист камень, солдат, дошедший до Бранденбургских ворот, мог поддаться личной обиде, мог не увидеть верного пути для своего колхоза. И это жгло камни сильнее, чем осколок германского железа, застрявший в груди. А Маркел и Настя с той же горячностью, с какой раньше нападали на него, теперь взялись лечить больного председателя. Лежи, Лежи, Никон Федорович. Погоди, вставать-то. Не время тебе подниматься. А ты откуда знаешь? Может, наоборот, в самое подходящее время вставать? Время? Да ты погляди, вон, какая ранища-то открылась. Ты лежи, Никон Федорович, ведь скорее зарубцуется. Это верно, дочка. Рана большая открылась и зарубцуется. Но не та рана меня тревожит, которую видишь. Эта зарубцуется, другая рана меня тревожит. Вот та, чую, не зарубцуется. Швы не теми руками наложены. Да не храбрись ты, Никон Федорович. Маркел, Маркел, ну смотри, не слушай. Что ж ты, Никон Федорович, ведёшь себя как несерьёзно. Ложись, ложись. Ну, Никон Федорович, ну, голубчик, ложись. Ну, ложись. Никон Федорович, тебе письмо из райкома похоже. Помедлив немного, Никон Федорович вскрыл конверт. С тревогой глядят на камни Маркел и Настя. Так. Ну, сеятели нормы, пересчитали? Пересчитали, Никон. А сеять что будете? Так половина семян у нас своих есть, Никон Федорович. А половину уж. Ну, что ж, половину. Ну, что ж вы молчите? У государства просить будете? В порядке возвратной ссуды. Можно пойти. Это что ж выходит? Государству мы сдали хлебушка как бы на хранение. Осенью свезли, а зимой обратно давай. Или к Степане челом бить пойдёте. Ну, как же быть-то, сеятели? Ну, что ж ты притих? Решай, ребус сосанок. Снегу-то навалил, будь здоров. Да, намело. Намело. Их вы, ребятки. Нынче семян у государства просить стыдно. У Степанида занимать нельзя. А почему, может смекнёть? Да ведь она и не даст, Никон Федорович. Она-то может и даст, а вы не берите. Да коли колхоз будет жить за чужой счёт, не выйдет толк. Свои семена нужно найти. И пусть каждый, не взошедший в поле зёрнышко, слезой в глазах колхозник обратится. Поняли, сеятели? Ну, ребятки, завтра меня вызывают в райком. Зачем вызывают, поди, вы знаете. Вернусь я не скоро. А может, и скоро-то только. Ну, ладно, там видно будет. Словом, помогайте Пимену. Шпыняйте его, как и меня. Почаще и побольнее. Это помогает. Ну, а ребус про семена решать, ребятки, нужно так. Племенного кабана обменяйте у Степани на сортовую белотурку. 30 вазов сена свезёте в Потаниху, получите 100 центнеров. Я был у них на прошлой неделе и договорился. Обменяйте в семенном совхозе на сортовое зерно. Но продадите две костромички, купите 200 центнеров овса, проса и ячменя в Черноярке. Договор у меня с ними. Из личных запасов кое-что наберём. Товарищи, не кое-что, а собрать нужно 100 центнеров и хранить их как страховой. Понятно? Понятно, Никон Фёдорович, понятно. Слышь-ка, Никон Фёдорович, ну, а как же ты всё-таки один-то поедешь, а? А меня завтра в райком комсомола вызывают. Ну? Никон Фёдорович, хотел просить тебя, подвезёшь, может, а? Ну, а здесь-то как же? Настю с ребятами Пимену помогут. Да, конечно, Никон Фёдорович, а что же думаешь, не справится? О-о-о, и хитёр ты парень. Никон Фёдорович, да неужели ты думаешь, что мы с ним тебя обманываем? Да нет, ничего я не думаю. Но только не вашего ума это дело, ребятки. Ну, здравствуйте. Здрасте, Степанин Васильевна. Здравствуйте, Степанин Васильевна. О, Степанин Васильевна, здравствуй. Слышь-ка, Маркел, если тебе утром ехать, надо бы ребят собрать. Пойдём. Пойдём. До свидания, Степанин Васильевна. До свидания. Что это ты, Степанин Света Васильевна, зайти надумала? Да ведь жалко. Сказали, будто отходить на тот свет собрался. Ну, вот и пришла грехи тебе отпустить. Это верно, грехов много накопилось. Да ведь без них, без грехов-то будто и не проживёшь. Да что ж ты, дьявол, ты почему скрывал? От меня скрывал, что в грудь ранено и осколки у тебя там. Ну, а чем же это хвастать-то? Осколки ведь это не золото, а железо ржавое германское. Ладно ли, перевязан-то? Да лучше быть не может. Где ж это тебя угораздил-то? А там и угораздила, Стеша, где Иван твой голову сложил. Что ж ты, Никон, про Ивана всё прописал, а про себя умолчал. Ну, может, теперь расскажешь? Да ведь не весёлый рассказ будет, Стеша. У самых бренденбургских ворот это случилось. На штурм мы с ним бок о бок шли. Ну, и вдруг звук противный, будто лист жестий на голову свалился. Это так мин рвётся. Ну, у меня осколок в грудь, а Ивану в голову. Вот и всё. Помирал он, Стеша, на моих руках. Мне бы, говорит Никон, у жизни ещё два дня взять. Рейстах-то, говорит, вот он. А ты, Никон, выживи. Наказ тебе даю. Сибирский мужик от Усоли до ворот бренденбургских дошёл и назад прийти должен. В Усоли, говорит, вернись, Стеша, там подсоби. Хоть и в надёжных руках мой колхоз, а руки всё-таки, говорит, женские. Подсоби, вот с тем он и помер. Оно вот всё как повернулось, Стеша, передом, назад. А ты не серчай, не на кого серчать, а наказ Ивана выполним. Ему же ведь всё у Солья дорого было. Стеша, голубушка, поцелуй меня разок, для болезни моей полезительно будет. Больной, больной, а своё гнёшь. Ну, как же не гнуть-то, когда ты одна у меня надёжна. Ой, и как это у тебя жалостно выходит. Ты скажи лучше, сеять-то как думаешь? Вот сеять-то я Стеша и не думаю. Вот письмецо из райкома. Просьба прибыть по делу личного, касающемуся. Так, ну что ж, и я завтра в райком еду. Так и быть подвезу, соглашайся. Ну, а кто же это откажется на вилюсе, да при таком шофёре? Стеша, голубушка. Что ты, Никон, что ты, что с тобой? Ну, поцелуй меня разок, для болезни моей полезительно будет. Ведь любишь ты меня, знаю. Знаешь? Ну, вот что я тебе, Никон, скажу. Там люблю, не люблю, любила, не любила. Это уж моё дело женское и до тебе некасаемое. Ишь, гусь лапчатый, приехал герой. Ох, и гордая ж ты, Степанида Васильевна, будь ты неладная. Да, может, и гордая. А только я тебе вот что скажу. Что к приступам ничего не возьмёшь. И силой в душу не влезешь. А без веры до мечты не бывает бабьи любви. Понял. Понял. Но ты вот что, Степанида Васильевна, ты за мной не заезжай. Мы как-нибудь с Маркелом на Савраске доедем. Ах, напугал. Ну, что ж, кум пеший, кумелекши. Оставшись один, камень снова вернулся к своим нерадостным думам. Он был уверен, что вызов фрайком не предвещает ему ничего хорошего. Тяжёлой была для камня эта ночь. Лёжа с открытыми глазами, он смотрел в темноту. И, перебирая всю свою жизнь, оценивал её заново. Не спал в эту ночь и Телегин. До утра просидел он в райкоме, изучая пятилетний план района. За этим занятием и застали Телегина, Державин и Костюшин. Ну вот, товарищ, рассмотрел я ваш пятилетний план. Ну, никуда он в таком виде не годится. Вот что. Да. Во-первых, электрифицировать мы будем не часть района, а весь. Да, да, весь. И не к концу пятилетки, а не позже, чем в этом году. В первую очередь даст 40 тысяч лошадиных сил экономии. Значит, высвободит на полевых работах массу людей. Да через год у нас иные колхозы электропахоту введут. Да. А, да, так будет. Во-вторых. А, во-вторых, посыплется с неба манна небесная. И у каждого колхоза свои кисельные берега заведутся. Ай, послушаешь, тебя ткнует прямо, диву даёт. Вот, Виктор Семёныч, вот. Вот оторвётся человек от земли-то на шесть, на восемь лет. И вот тебе, пожалуйста, фантазист Жюль Рид. Ты хотел сказать Майн Рид или Жюль Верн? Хрен редьки не слаще. Все четверо немцы. Всё? Пока. Во-вторых, Виктор Семёныч, урожай пшеницы нужно поднять не до стопудов, а до 120. И тоже не к концу пятилетки, а не позже, чем в этом году. Совершенно правильно. Подымай, подымай. На бумаге поднять всё можно. Бумага-то всё выдержит. Ну, ты вот что, ты прибереги свои афоризмы для потомства, товарищ Жюль Рид. В-третьих, Виктор Семёныч, засеять нужно площадь всю. И семенами собственными. В такое время ни я, ни ты, я думаю, у государства просить не станет. Совершенно правильно, Антон Петрович. Да и вообще, ну где же совесть? Третий год Чернолеческий район суду получает. Суду? О плантах, либо заготовок, товарищ Терегин, я хоть и жульри, а выполнил. Так ты, может быть, разъяснишь тёмному сибирскому дикарю, как это могла получиться такая метаморфоза? Разъясню. Ну? Планты формально выполнил. Да ну что значит формально, если я его выполнил? Ну так, для очистки совести. Хуже. Ты государство обманул. Постой. Так ты, может быть, мне сразу скажешь, сколько мне и годов положено за такой обман. Скажу. За такой обман положен тебе лет пять учиться уму разума. Среднее образование нужно получить непременно. А главное, теорию нашей партии хорошенько изучить. Только я черепком своим так кумекаю. Образование нужно, конечно, всякому, это же факт. Но ведь первое это дело у меня план. План государственный. А ещё, товарищ Терегин, соображай, что ты говоришь-то. Потому что государство я не обманывал. Обманул. Обманул. Ты же в Тришкин кафтан превратил заготовки. Осенью хлеб сдал, а зимой опять клянчить стал. А что ж тебе весной сеять надо, так ты опять в государственный карман поймешь? Переливаешь из пустого в порожнее. Разве так заготовляют хлеб для народа? Уж если ты сдал, ты обратно не проси. Ну что, молчишь, заготовитель? Ты меня, брат, прости. Я ведь понимаю. Я всё понимаю. Война, контузия, ранения. Тебе лечиться надо. Ведь ежели бы я план-то не выполнил, один ведь он у меня, партбилет-то, единственный. Один. То-то и у тебя один. Один. План ты выполнил? Да ты обязан его выполнить. На то он и есть государственный план. А ведь весь вопрос-то в чём, Игнат? В том, как его выполнить. Можно так выполнить, что потом пять лет будет лихорадка трясти весь район, как ты и сделал. А заготовить хлеб – это не шутка. Нужно знать, как его заготовить, где его можно и должно взять, а где нет. А ты что же здесь? Ликвидировал грани между хорошими и плохими колхозами. Наплодил колхозов и колхозников-ыждивенцев. Мало того, заставил хороших, честных колхозников за этих иждивенцев воз тянуть. Ведь вот она твоя метода. Вошла Марфуша и пропустила в кабинет Степаниду Сливкина камня. Вслед за камнем проскользнул и Маркел. Здравствуйте, товарищи. Проходите, проходите. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте. Извините, товарищи, одну минуточку. Марфуша. Да, Антон Строич. Оповестите всех товарищей завтра в 7 часов вечера в бюро. Хорошо. Запишите в повестку дня рассмотрение персональных дел. Первое. Об исключении из партии заведующего конторой за год Скотт… Бывшего заведующего. Бывшего заведующего. Сливкина. За… За… Вы… За вымогательство. Да нет, неправда. Свидетелей нет. Есть, есть свидетели. Удостоверим вашу личность. Мы спасли колхозы от врагов внешних. Спасли колхозы от врагов внутренних. А уж от вас-то нахлебников как-нибудь убережём. Можете идти. Можете идти. До свидания. Приходите завтра в 7 вечера. Второе. О предании суду Тимофеева, председателя колхоза Пахарь, за разбазаривание семян. Правильно. И третье. От товарища Камня. Всё. Вот за Камня крой меня. Допустил, как говорится, приятельизм. Что допустил? Да отстань ты от меня, Держарин. Его бы надо ещё в прошлый раз исключить. А мы-то вот с трогачём отделались. Надо бы не в прошлый, а позапрошлый. Да ведь ты, товарищ Костюшин, не человек, а чистый ангел воплоти. Где тебе руку поднять? Вот, вот. На поводу бюро пошёл, и вот тебе, пожалуйста. Что значит на поводу? Ты обязан считаться с мнением бюро. А ему с людьми считаться не приходится. Сам большой, сам маленький. Нет, товарищи. Я ставлю вопрос о Камне совсем с другой целью. Я буду просить бюро снять взыскание с товарища Камня. Они суровые и несправедливые. Я был два раза в колхозе вперёд, и положение знаю. Ему бы следовало записать, только совсем за другое. За то, что он побить себя дал, а потом раскис. Правильно, Антон Петрович. Горячо поддерживаю ваше предложение. Камень коммунист настоящий. С характером, конечно. Слушно, артачливый. Уж это и не так плохо. Товарищи, Антон Петрович. Партия. Да я ж завсегда знал. Она ж наша. Партия. А за науку партийную спасибо тебе, Антон Петрович. Великое тебе спасибо. Ну что ты, что ты, Ник? Ну не волнуйся, ты сядь, садись, посиди. Подойдя к столу, Костюшин поднял трубку телефона. Дайте обком. Костюшин, говорит. Артемия Григорьевича мне. Костюшин. Артемия Григорьевич. Здравствуйте, Артемия Григорьевич. Здравствуйте. Артемий Григорьевич. Прошу меня срочно вызвать в обком. Да дело у нас тут прямо под откос катятся. Телегину не мешать? Ну, знаете. На курсы. Нет, Артемий Григорьевич. Нет. Нет, нет, нет. Нет, я лучше в сельхозотеле обкома работать буду. Ну, председателем колхоза ставьте. Ну, просто в колхозе. Артемий Григорьевич. Артемий Григорьевич. Артемий Григорьевич. Так, Антон Петрович. Так. Изолировал, значит? Не, я тебя изолировал. А видишь, вот приходится партии за тебя бой давать. Из трясины тебя тащить. От зазнайства лечить. Да, да. Ну, а чем лечить? Знаниями лечить, конечно. А опыт мой, значит, потому и не нужен стал. И жизнь советская, значит, не наука выходит. Да жизнь-то ведь она для учёного наука, а для неучёного одна мука. Мы за тебя бьёмся, Игнат. За тебя, чтоб тебя же оружием снабдить. А ты противишься. Да. Мои-то годы-то за парту. Ах, вот за заботу спасибо. Ну, ничего, ничего. Раненого тоже иногда силком в госпиталь тащат, да силком лечить начинают, когда он сгоряча болит и не чувствует. А ты вот подучишься, осмотришься, так мы с тобой вместе и посмеёмся. Ай, Антон Петрович, ну что ж, может быть, и правильно. Ну, ладно, поживём, увидим. Задумался Костюшин, тихо вышел из кабинета. Проводив его глазами, Телегин взглянул на Маркела. Ну, как живёшь, комсомольский вожак? Хорошо живём, Антон Петрович. Как вечерняя школа? Полным ходом учимся. Учитесь, ребятки, учитесь. Ну, Степанин Васильевна, докладывай, Ник. А ты послушай, Степанин Васильевна сейчас о пятилетке своего колхоза будет докладывать. А тебе, я думаю, интересно послушать, как богатство колхозное множить, как миллионы копить, верно? Слушаюсь, Антон Петрович, послушаем. Ну, значит так, урожайность пшеницы в среднем будет 25 сантиметров с гектара. Вот, Никон Светович, слушай. Всем оборот у нас введён полностью. Теперь так, новых домов двухэтажных построим 10, и одноквартирных крестовых 15. Вот такую больницу выстроим. Вот, тут и родильное отделение, и терапевтическое, ну и так далее. Ну, словом, всё по-городскому. Хорошо. Никон Светович, и вас припишем, подлечим. Пойдём дальше. Теперь так, вот конюшни новые, коровник, свинарник. Это вот в рисунках, а это в чертежах. Теперь, значит, ферма. Я извиняюсь, Степанид Васильевна, что-то они у тебя скот на дворы-то вроде как на дровяные сараи смахают, а не на каких столбах стоять будут. На каких столбах? На каких? На обыкновенных, вот на каких. Ага, понятно. Пойдём дальше. Я извиняюсь, Степанид Васильевна, а какие кормушки думаете делать? И потом мы вот оба с Маркелом интересуемся насчёт водопоя. Как вы мыслите скот полить? Ну, представьте себе, водокачку поставил. Ага, понятно. Пойдём дальше. Я извиняюсь, Степанид Васильевна, ты про кормушки-то не утаивай. Какие кормушки-то? Ну, механические, конечно. Ага, понятно, да, так. Пойдём дальше. Я извиняюсь, извиняюсь. А как вы корм доставлять будете на розовольных, на телевых или каким-то другим способом? Да что, да на тебе возить будем, вот как. Ага, понятно. Пойдём дальше. Я извиняюсь, Степанид Васильевна, я бракую твой план целиком и полностью, а бракую потому, что основан он не на тех столбах. Это что, в каких смыслах? Извиняюсь, это во всех смыслах. Антон Петрович, разрешите сказать мне? Говори. Да разве так нужно строить пятилетний план колхозу-миллионщику? И конюшник, и свинарник, и телятник. Все эти постройки должны быть только на столбах каменных. Это раз. Второе. Зачем же тебе водокачка? Вот тут у тебя будет подстанция по плану. Поставишь насос. И один человек механическим способом обслужит весь скотный двор. Дальше пойдем. Вот тут у тебя по плану кормовой склад. Вот тут. Значит, вот отсюда до скотного двора пройдет подвесная канатная дорога, а по ней пусти вагонетки. Или как ты думаешь, можете миллионщикам сподручней корма таскать на своем горьбе? Не знаю. А уж мы по своей бедности, Антон Петрович, канатную дорогу построим и вагонетки по ней пустим. Или сказать дальше про ветер. Но почему же твоя пятилетка в расчет не принимает эту стихию? Ведь силища-то какая. Антон Петрович, мы опять же по своей бедности поставим ветряки, и дождевальные установки у нас пойдут в ход силы ветра. И через два года, Антон Петрович, у нас будут три бригады пахать электричеством. А вот этот пустырь, что наш общий со Степанином Васильевым 200 гектаров, я думаю сделать так. Половина пустит под ягодники, а половина под фруктовый сад. А в центре построю санаторий на всю округу с колоннами, с большими окнами двухэтажной. Вот, может, и вас, Степанин Васильевна, туда припишем и подлечим. А где ж ты средства нам всё на это возьмёшь, Ника? А я, Антон Петрович, думаю, рыбный завод построить на усолке на 20 баб. А доход у меня будет 500 тысяч рублей. Опять же, свой лесной массив имеем, с молокурню поставлю. Дёгать гнать. Один человек, а доход 100 тысяч рублей. А крест усолит, ты сам знаешь, шипички, черёмки, боярки. Полно витамин, все варить буду. А цвет шипички по ветру, что ли, пустить? Нет, пусть я пчела берёт. А до кучи-то мне в год будет примерно 2 миллиона от побочного занятий. Вот и пущу эти деньги на колхозные дела. Так я, Антон Петрович, усолиться в город превращу. Не только районный, областной центр к нам переместить. Правильно, и пятилетку в три с половиной уложу. Вот это мой план. Хороший, хороший план, Никон. Ну, желаю тебе эту весну встретить по-большевистски. Есть, Антон Петрович, эту весну встретить по-большевистски. Разрешите идти? Иди. Маркел, хомутай Саврасова, ай да, бусолья. Но, Степанида, Свет Васильевна, теперь держись. Поехали, Маркел. Из берегов вышел. Но, Степанида Васильевна, теперь только успевай за ним поворачиваться. Распалился, наконец. Горячий мужик. Орёл! Выполнил своё обещание Никон Камень. Во всеоружии встретил он весну. По-большевистски. Весь народ, все силы колхозные мобилизовал он на посевную. Яркая луна стала над полевым станом колхоза вперёд. Блеснула в оконных стёклах, посеребрила лемеха плугов. На просторы свежей пахоты вокруг протянулись резкие тени. Но никто не спал в эту ночь. Обсуждали договор о социалистическом соревновании с колхозом Рассвет. Заехавшие на стан Телегина Державин радостно прислушивались к горячим спорам и предложениям. Зашла сюда и Степанина. Наконец договор был подписан. Народ с песнями расходился по своим бригадам. С такими хозяевами земли русской не пропадём. Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть, когда такие люди в стране советской есть. Чё такое же? Такое же всё. Верно я говорю, Антон Петрович. Степанида оглянулась, а Телегин как сел на скамью, так и заснул после напряжённого трудового дня. Спит. Спит. Антон Петрович. Антон Петрович. Чёрт, забыла. Ну, Виктор, поехали. Антон Петрович, может, вы бы заночевали у нас? Нет. Нет у нас Никон. Нет у нас хлеборобов ночи в эту весну. Круглый день настал. Двадцать четыре часа. Ну, спасибо этому дому. Пойдём к другому. Поехали. Поехали. Какую силу партия человеку даёт? Удивительную. Цель у них в жизни великая, Стеша. Завтрашным днём живут. Вот и у меня думка, Стеша. Вот договор мы подписали, только ты не обижайся. От помощи твоей отказались. Сами хотим подсобить соседям. Как же я могу обижаться-то? Ведь для меня же всё у солья дорого. Какой ты Никон сегодня, как раньше? На коня сел прежнего Стеша. А коня мне того вернула партия. А колесел так скакать во весь опор. Так скакать, чтобы дух захватывало. В завтрашний день скакать. Ведь в этом счастье и твоё, и моё, а значит и отечество. Большой день у тебя сегодня, Никон. Да, Стеша, за сегодняшний день я в двух войнах бился. А за завтрашний день я пойду и в третью войну, и в пятую, и в десятую. А люблю я тебя, Стеша, шибче прежнего. Да, ну что? Но что обижал, словами неподходящими объяснялся. Прощенье прошу. Да, ну полно, что ты? Ворот-то, ворот-то застегни. Сыра, захворай. Нет, Стеша, мне хворать нельзя. Мне ещё много нужно сотворить, Чтобы без пропуска, без скидки В завтрашний день пройти. На коне своём в будущее врезаться. И хорошо мне здесь остановиться И, глядя вдаль, подумать, помолчать Шумит, сумит высокая пшеница И ей конца, и края не видать Шумит, сумит высокая пшеница И ей конца, и края не видать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok